Привет, я Гриша, это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас Максим из Испании от компании Гамма. Калибр 4,5. Это винтовка-переломка. Интернет-магазин Попади в десятку. Винтовка содержит в себе все самое новое, что есть у компании Гамма. А именно, компрессор 33 мм, система шумоподавления и самое главное, газовый поршень последнего поколения. ИГТ Мэч 1, который увеличивает скорость полета пули на 20% по сравнению со стандартной газопоршневой пневматикой. Эта переломка действительно мощная. Она способна выдавать аж 385 метров в секунду. Но именно что способна. Так как поставляется на ослабленный в 3 джоуля, который выдает, ну, очень скудный показатель. Но тут все в твоих руках, как говорится. И вот при этом, несмотря на то, что здесь встроен амортизатор ударной волны, и даже в 3 джоуля ты ощущаешь отдачу от выстрела. Я имею в виду не то, что амортизатор не работает. Нет. Я лишь подчеркиваю, что мощь поршня ощутима даже при 3 джоулях. Вот просто представь, что будет, если выстрелить из нее в полную мощь. Гамма сделали крутую, мощную винтовку, но при этом обеспечили нас бонусом в виде шумоподавления и амортизатора. Вот приятно, когда так. По внешнему виду здесь все как бы стандартно. Основа сделана полностью из плотного металла, ложа из пластика, что существенно облегчает вес. Тут он, кстати, 3 килограмма. Сверху прицельная планка ласточкин хвост на 11 миллиметров. Можно докупить и поставить дополнительную оптику. Но в комплекте идет целик, который, кстати, настраивается под себя по высоте, и мушка. Так что без дополнительной оптики стрелять вполне можно. Но, правда, не на большие расстояния. Ну и приятным бонусом будет то, что здесь приклад прорезиненный. Хотя, в принципе, мне кажется, что у любой винтовки приклад должен быть прорезиненным. Так, теперь как ее зарядить? Здесь есть свои нюансы. Так как это переломка, правильно, что хочется? Хочется просто по ней ударить. Ударить получится. И отпустить вниз. Но вот так вот, одной рукой, я бы как бы не рекомендовал делать. Это весьма тяжело. Поэтому проще будет поставить винтовку прикладом обо что-то твердое. Например, вот я сидя, я поставил вниз, взял упор двумя руками и произвел перелом. Все. Это элементарно просто. Двумя руками на ура. Одной тяжеловато. Ну, а далее все просто и очевидно. Здесь отверстие для пуль 4,5 калибр миллиметров. Вставили пули сюда. Бац. Это же одиночная винтовка. Поставили одну пулю. И все. Можно производить выстрел. Я так уж и быть для хлеба и зрелищ произведу его. Хоть и пустую. Я же говорил, что она мощная. У меня даже сердце содрогнуло. В общем и целом, винтовка хорошо подойдет для тира, для развлекательной стрельбы, для новичков вполне себе, для того, чтобы просто научиться целиться, стрелять, попадать по мишенькам. Это будет на ура. Вариант качественный, симпатичный, в таком классическом стиле. Дерева не хватает. Если бы прям было дерево, то это был бы прям классический стиль. А здесь просто черный строгий. Она не тяжелая, она проста в эксплуатации. Она, как я уже сказал, качественная. Поэтому новичкам и тем, кто хочет просто поразвлекаться, вариант на ура. Приобрести ее сможет любой желающий, которому исполнилось 18 лет. Потребуется только паспорт и денежка. Ну а ты стреляй в свое удовольствие, но не попади в закон. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. Сделать это очень просто. Нужно перейти в описание, кликнуть по ссылочке и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. А на этом, собственно, все. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк. Напиши в комментариях, почему оно тебе понравилось. Можешь даже поделиться этим видео в социальных сетях. Если оно тебе не понравилось, тем более, нажми дизлайк и напиши, почему оно тебе не понравилось. Мы абсолютно открыты к адекватной и заслуженной критике. А любая твоя активность помогает нам становиться лучше. Делать наш контент интереснее и качественнее. Поэтому в этом мы можем помочь друг другу. Я Гриша. Магазин попади в десятку. Чао.